Привет! Сегодня я расскажу, как ухаживать за зонами тела, о которых ты наверняка часто забываешь. Чтобы хорошо выглядеть, мы занимаемся спортом и следим за своим питанием. Но на теле есть зоны, которым мы незаслуженно забываем уделять достаточно внимания при уходе. Сейчас я расскажу тебе, что к ним относятся и как за ними ухаживать. Мы очень заботимся о состоянии кожи лица и с раннего возраста начинаем за ней ухаживать. Но мы часто забываем об уходе за руками. Чтобы продлить красоту и молодость рук, следуй трем правилам. Убирайся и мой посуду в перчатках. Они защитят кожу рук от вредного воздействия бытовой химии. Подбери подходящий крем для рук и регулярно им пользуйся. Если кожа рук сухая, выбирай увлажняющий крем с легкой текстурой. Он насыщает кожу достаточным количеством влаги и при этом просто распределяется. Если ты все-таки не любишь делать уборку в перчатках, их можно заменить защитным кремом. Он создаст на коже рук тонкую пленку, которая будет оберегать ее от вредного воздействия. Если кожа рук недостаточно упругая, выбирай питательный крем. Он способствует регенерации клеток. Делай самомассаж рук, который приведет мышцы в тонус и улучшит кровообращение. Для этого сначала нанеси на руки крем или масло. Сначала около минуты растирай кисти рук, чтобы разогреть их. Быстро сожми пальцы в кулак и медленно разожми. Затем наоборот. Медленно сжимай напряженные пальцы и быстро выпрямляй. Это разогреет суставы. По очереди промассируй каждый палец от основания до кончика и наоборот. Теперь перейди к ладони. Медленно массируй ее от запястья к пальцам. Не забудь промассировать и сами запястья круговыми движениями пальцев. В завершении снова сделай растирание всей ладони. Об уходе за подмышками как бы не принято говорить. Редкая девушка признается, что ее беспокоит состояние подмышек. Хотя у косметологов уже появился термин – пятикюр. Это процедура ухода за подмышками. Вот несколько главных правил пятикюра. Мой подмышки не просто водой с мылом, а губкой. При этом пользуйся средством для чувствительной кожи, чтобы она не грубела. Антиперспиранты носи только на сухую кожу подмышек. Во влажной среде бактерии, вызывающие неприятный запах, быстрее размножаются. Выбирая антиперспирант, который содержит достаточное количество увлажняющего крема, ухаживает за кожей подмышек и успокаивает ее после бритья. Особенно, если для тебя это зона особого дискомфорта. Ресницы ослабевают из-за частого нанесения туши. Также они могут выпадать во время демкиежа. Для ухода за ними утром полезно умываться некрепким теплым чаем или кипяченой водой. Затем увлажнять веки кремом. Вечером наноси бальзам для ресниц, лечебную тушь или, как минимум, репейное или касторовое масло. За шеей мы тоже часто забываем ухаживать, хотя ей также нужен хороший уход. Сейчас я расскажу несколько простых и быстрых способов по уходу за ней. Самомассаж поможет поддерживать упругость кожи. Начни с затылка. Плотно прижми к кисти рук к шее и надавливающими движениями проводи от линии роста волос к плечевым суставам. Затем подушечками пальцев разомни мышцы от затылка к лопаткам. Круговыми движениями пальцев двух рук разотри кожу, приходя от ушей к центру. Постепенно опускайся вниз. Массажные движения для передней части шеи должны быть более легкими, чтобы не растягивать кожу. Начни с поглаживаний от челюсти к груди. Затем двумя руками сделай круговое растирание, опускаясь от челюсти вниз. Заверши процедуру поглаживаниями. Следовать этим советам не так уж и сложно. Не забывай о слепых точках, чтобы быть совершенной с головы до ног.